Добрый день. Относительно недавно проведенные исследования показали, что использование мочегонного препарата буметанид позволяет сократить проявление признаков расстройства аутистического спектра у детей от 3 до 6 лет. Надо сказать, что подобные попытки проводились и ранее. В этом исследовании отмечается, что при помощи буметанида удается снизить количество ионов хлора в организме, а это в свою очередь ведет к снижению уровня гамм в головном мозге. Собственно, повышенный уровень гамм является одним из гамм аминомасленной кислоты, является одним из предиктов развития расстройства аутистического спектра. Ну, естественно, не единственной проблемой, само собой, это не одна кнопка. Нажмем гамм ниже, соответственно, аутизм пройдет. Но, тем не менее, один из механизмов развития расстройства аутистического спектра это чрезмерно высокий уровень гамм аминомасленной кислоты. И вот путем снижения ионов хлора в организме достигается снижение, собственно, уровня гамм в мозге и снижение проявления расстройства аутистического спектра. Надо сказать, что снизить-то мы ее, конечно, можем, но пока что это на уровне исследований. То есть использование гометонидов в качестве лекарства от аутизма, по крайней мере на сегодняшний день, не рассматривается. То есть на уровне научных исследований, да, первичный положительный результат получен. Улучшения экспериментальной группы есть. Я бы не сказал, что прямо колоссальные, но тем не менее. Но надо учитывать, что помимо, собственно, снижения уровня хлора, ионов хлора, одновременно с этим наблюдается и может наблюдать снижение ионов калия. Соответственно, можно это корректировать диетой, но тем не менее это достаточно серьезное осложнение, которое может провоцировать и сердечно-сосудистые проблемы. Поэтому пока что, еще раз подчеркну, о лечении речь не идет. Речь идет о том, что как одно из, один из инструментов реально действующих на расстройство аутистического спектра, бометонид может рассматриваться. Именно рассматриваться, но еще пока не применяться. Что еще можно сказать? Ну, Шанхайский университет проводил исследование, Институт пятиатрии в Китае и в Великобритании проводилось исследование. Но, опять же, не стопроцентный результат, не до конца рассмотрены побочные эффекты. Безусловно, если что-то подобное когда-то будет делаться в общеврачебной практике, то только, естественно, под контролем врача. Ни в коем случае нельзя делать это самостоятельно. Дополнительную информацию вы можете найти на нашем сайте меднаука.нет и на нашем канале на портале youtube.com. Всего вам хорошего. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»